Вся система человеческих органов в 3D формате. Описание различных патологий – это лишь малая часть возможностей интерактивного стола Пирогова. Теперь такое чудо науки есть в 10-м лицее. Мы с моими одноклассниками с помощью этого стола изучаем всю анатомию. Мы готовимся к Олимпиадам, готовимся к ЕГЭ. Также просто проводим тесты и контрольные на этом интерактивном столе. Ульяна уже точно знает – будет врачом-гинекологом, как мама. В лицее с такой технической базой готовится к поступлению одно удовольствие. Два года назад Одинцовский лицей номер 10 стал базовой школой Российской академии наук. Благодаря этому удалось приобрести самое современное оборудование. Своими знаниями ребята сумели удивить главу округа. Если появилась корочка на ревосфакторе, значит кровь положительная. И еще появилась на антигене А, значит это вторая положительная. Легко определяют группу крови, делают кардиограмму, оказывают любую первую медицинскую помощь и занимаются изучением простейших организмов. Мы смотрим, какие там живут организмы, фотографируем их, делаем живые препараты, смотрим их, изучаем, кто там находится, их строение, их жизнедеятельность в общем, записываем информацию. На этой основе юные ученые составляют атлас-путеводитель беспозвоночных животных. Кроме медицинской направленности, лицеисты занимаются разработкой проектов в сфере IT-технологий. Робототехника и конструирование, 3D-моделирование и прототипирование, автономные транспортные системы. И очень интересное оборудование, автономные транспортные системы. Мы его покупали специально для того, чтобы участвовать в одном из профилей Олимпиады научно-технологической инициативы. Многие разработки юных ученых буквально поражают. Костя Королев трудится для создания двигателя для наноспутников и планирует представить работу на выставке в США. В 2020 году я общался с иностранцем Майкл Бретти, и он вдохновил меня на создание своих собственных двигателей. Я прочитал литературу, это японская и американская, по технологии физического процесса. И затем я начал разрабатывать 3D-модель, именно относящуюся к двигателю. Профильные программы реализуются в лицее как дополнительное образование в специальных классах – академическом, IT, медицинском и предпринимательском. Оборудование активно применяется на уроках для всех учеников лицея. В свободном доступе в холле и во дворе находятся демонстрационные экспонаты. Все наглядно, законы физики уже не придется заучивать наизусть. При включении первой цепи у нас загорается лампочка. Это нам свидетельствует о том, что есть сила тока. И по закону ОМА мы можем вычислить силу сопротивления, которая равняется значению вольта, разделенной на значение ампера. Одинцовский лицей номер 10 вошел в проект флагманских школ. Находится в десятке лучших учебных заведений Подмосковья. Ученики лицея – победители всероссийских олимпиад. Целеустремленные и талантливые. С такой командой лицей может смело идти вперед.